Каток Снежинка открылся и будет работать под открытым небом до Рождества. Затем установят купол. Первыми на лед сегодня вышли школьники и студенты. Цены остались прежними. Взрослый билет стоит 15 рублей, детский 10. Яна Арховская с подробностями. Ну, наконец, ледовый каток Снежинка открылся. Открылся в новом виде. Как вы понимаете, никакого купола пока нет. Ровно месяц может быть больше, может быть меньше, пока точной даты нет. Он будет вот в таком, в открытом виде, под открытым небом. Первые посетители уже на катке. Я тоже здесь, слава богу, без коньков. Полсотни человек мы уже насчитали. Первая партия посетителей. Она всегда небольшая, а вот потом, особенно под вечер, ожидается, конечно, много человек, много посетителей ждут. Плюс 3 градуса сейчас. Лед не тает, потому что здесь умная холодильная установка, которая не даст льду растаять. Он может только в том случае, если температура воздуха на улице будет плюс 10 градусов и больше. Или будет светить сильное солнышко. Было такое опасение, что каток может не открыться. Допустим, если бы открытие было запланировано на вчерашний день, не состоялось бы оно точно, потому что несколько дней у нас был дождь, несколько дней была сильно плюсовая температура, плюс 10-12 градусов. Это уже, конечно, не подходит для катка. Кроме того, что здесь новая раздевалка, это такая небольшая палатка, ничего не поменялось. Цены остались прежними. 10 рублей для детей, 15 для взрослых, 5 рублей аренда коньков. В остальном ничего не поменялось. Люди как шли сюда, так и продолжают идти. Интересный момент по билетам на каток. Один билет в одни руки. То есть, допустим, прийти и сказать, мне 6 билетов для друзей не получится. Вот вместе с друзьями нужно прийти и купить этот билет. И билет только на текущий сеанс. Допустим, забронировать билет на вечернее время тоже не получится. Это важная деталь. Повсюду здесь по периметру установили такие фонари. Не знаю, как это будет выглядеть вечером. Надеюсь, что это будет симпатично. Уже купол практически доехал, добрался до Тирасполя. Поэтому, скорее всего, купол после новогодних и рождественских праздников все-таки будет. Поэтому мой совет. Обязательно нужно посетить в течение вот этого месяца, 3-4 недель каток. И даже интересно будет сравнить, вот насколько круто кататься без купола. И насколько круто будет кататься, когда здесь появится крыша, когда появится этот самый купол.